В чем причина артериального повышенного давления, гипертония? Первая причина, почему? Густая кровь. Почему густая кровь может быть у человека? А потому что человек бьет мало воды. Что пить? Не чай, кофе, а надо пить воду, которая является растворителем, а не раствором. Только она выводит шлаки, токсины. Вода участвует в метаболических процессах, а не то, что в ней содержится. Почки первейшие, и мозг, конечно, и кишечник, это первейшие потребители воды. Человек опять спел литров крови. Он сходил в туалет, раз-два воду не выпил или выпил мало. У него уже будет 5 литров, например. Это и есть обезвоживание. А что значит 5? Это значит, вязкость крови повысилась, она стала густая. Но вернее, правильно сказать, все-таки термином она загустела. То есть форменных элементов всего осталось, допустим, тоже количество, а воды меньше, и она останется густая. Трудно сердцу протолкнуть? Трудно. Ее труднее протолкнуть. И надо что сделать, чтобы ее было возможно протолкнуть вот в данный момент при этих обстоятельствах? Нужно повысить артериальное давление. Тогда пойдет больше крови. Не бывает повышенного, вы понимаете, количества эритроцитов там. Просто самой крови мало, потому что воды в ней мало. Ну, представьте, вот 5,2, допустим, литра крови, например. Если мало воды человек выпил, а в туалет сходил, то вода, что понятно, вышла, кровь густеет, сердце труднее прокачивать, и единственная возможность повысить давление, да, и частоту сокращения еще сердца. То есть частоту сокращения. То есть проблема с нехваткой качественной воды – это сверхсерьезная проблема. То есть по большому счету это каша из-за эритроцитов. Кстати, это очень хорошо видно на гемосканировании. То есть, конечно, на определенном типе скопления эритроцитов. То есть склеенные эритроциты – это признаки и других проблем, но тем не менее. Это стоячее болото. Фактически вот кровь может стать, она теряет динамику. А если она теряет динамику, то и кровь, и лимфа страдают. То есть она питает плохо клетки нашего организма, кислородное голодание. И, соответственно, вот тромбы – это начало предвестники инсульта, инфаркта. Ну, понятно. Теперь смотрите. Например, 120 на 80 у нас давление. Верхнее – 120. Это что значит? Это значит по-другому, простым языком, с какой силой сердце толкает кровь. А нижнее 80 – это что? Это показатель, как сопротивляются почки давлению крови. Силе сердечного сокращения давления крови. Как забита мембрана – показатель. Яды, они куда должны попасть? В мочу. Если нижнее давление 80 – это уже на грани. Вот, например, 60 – это хорошо почки работают. А если 80 или выше, с большим затруднением давление повышается. Как? А я сейчас всё это объясню. Значит, гипертония – это когда почки замедляют фильтрацию. Повышается кровяное давление. Это происходит так. Очень просто. Что надпочечники контролируют через специальную систему гормонов, которые выделяют и не только почки, которые повышают количество сердечных сокращений, частоту, силу сокращений. И тем самым давление повышается. Вот водопровод засорился. Например, не водопровод, скажем, а фильтр у вас в системе водопровода. У вас в кране вода течь стала слабее. Вы можете заменить фильтр, ну, почку, так сказать, заменить. Знаете, меняют, конечно, но это не дело же. Или вы давление открыли. Например, насос циркуляционный повысили давление путём, ну, например, регулирования флюид-контроля. Вы фильтра не меняете. Он также забитый. Но поскольку давление повысилось, скорость пропускной способности как бы восстановилась за счёт повышенного давления. Вот что происходит. И поэтому почки здесь всегда страдают. Это именно так. Потом сразу, значит, функции печени ослаблены. Безусловно. Потому что печень передаёт определённую часть непереработанных ядов как раз в кровь и дальше к почкам. Значит, могут быть воспаления в кишечнике, воспаления отёки корковых слоёв самого клубочкового аппарата, нефронов, почек, да? А если повышенный азот в моче, вот то, что говорит ацетон там, азот, тут уж дальше доходит до того, что врачи, как говорится, рекомендуют гемодиализ. Например, в Америке гемодиализ на такие миллиарды безумные долларов производится. Это просто сумасшествие. То есть на гемодиализ это всё запущено. В момент почки перестают работать, а потом они сморщиваются, и всё, уже фактически почка не работает. Густая кровь – это первая. А вторая – вязкая кровь. А что такое вязкая кровь? Это когда наличие белка в крови, слизи вот этой, свободного белка, клея по большому счёту, это кисель густой образуется. Вот что, когда вязкая кровь становится, наличие белка – показатель. Слишком много едим белковой пищи, нельзя этого делать. А если кровь вязкая и густая, сами понимаете, причём не путайте, вязкая и густая – разные вещи. Итак, вязкое наличие белка, свободного, крови много. А густая – понятно. Просто концентрация, вода ушла, меньше воды. Но, естественно, и крахмалов варёных, понятно, не только белков. Но, в общем, основной показатель – это наличие белка. Может быть, проблема – жирная кровь. Это уже липопротеин низкой высокой плотности, холестерин в крови. И вот проникл такой холестерин, жир, закупорка, при том, что ещё кровь может быть при этом вязкой, да ещё жирной. Например, образуются сгустки, а если проник такой сгусток в капилляры артерии, например, на развивку, то, соответственно, вы понимаете, что происходит нарушение кровотока. Тоже по этой причине атеросклероз развивается. Ну и, собственно говоря, это один из показателей важных. Причём проблема не с самими жирами, а с плохой переработкой. Эта проблема уже работает в печени, как правило, именно этого, безусловно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова